Как выбрать помещение для тату-салона Советы по выбору, документы, особенности Тут вы узнаете о том, как выбрать помещение для тату-салона Получите советы по выбору и вариантам для помещения Узнаете о правилах, вариантах и необходимых документах Вариантах обустройства Естественно, ни о каком поиске места под тату-салон и тратах на недвижимость, покупку или аренду До того, как вы обзаведетесь первичными необходимыми документами идти не может Сначала о необходимом минимуме по документам Документы, необходимые для открытия тату-салона Если работать на дому начинающие мастера могут без каких-либо документов, то открытие тату-салона автоматически подразумевает ведение легального бизнеса, что потребует от вас пойти по одному из двух путей. 1. Регистрация ИП под тату-салон. 800 рублей. Этот вариант выбирают в подавляющем большинстве случаев. 2. Регистрация ООО для тату-салона. 4000 рублей. Выбирают гораздо реже, подходит для крупных сетевых тату-салонов. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки. Сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Кроме этого потребуется 1. Разрешение от санэпидстанции 2. Разрешение пожарной инспекции. Эти два документа хоть и позиционируются как бесплатные и выдаются в случае соответствия помещения требованиям, на практике являются основной проблемой и их получение затягивается на неопределенное время. Поговаривают, что 30 000 рублей в нашей стране, оплаченные компании, которая специализируется на ускорении процессов получения этих документов, действенно решают все имеющие проблемы с получением разрешений. Выбор помещения для тату-салона. Основные моменты, на которые мы будем обращать внимание при выборе помещения для тату-салона. 1. Наличие фасадного расположения. Желательно, но не обязательно. Более важным будет наличие удобной развязки и подъезда к месту расположения, как на личном транспорте, так и на общественном. 2. Помещение в обязательном порядке должно иметь оборудованный санузел. Это нужно и для удобства мастера, клиента, а в первую очередь для поддержания необходимых условий по гигиене и чистоте в салоне тату. 3. Зонирование помещения. Следует выбирать уже разделенные на зоны помещения, либо то, где вы сможете устроить планировку самостоятельно. Место работы мастера не может пересекаться с местом для ведения диалогов, приема посетителей, гардеробом и местом для приема пищи персоналом салона. 4. По площади. Для маленькой студии вполне подойдет 50 кВМ. Этого хватит на рабочую зону для 2 х мастеров и отдельные зоны под гардероб и места для приема пищи. 5. Микроклимат. Цокольные этажи не в приоритете. Помещение с повышенной влажностью. Все шансы на грибок и плесень, что неприемлемо для тату-салона, как места с особыми требованиями к чистоте и гигиене. Кроме того, температура должна быть приемлемой в любое время года. ТК. Клиенты нередко часами в легкой одежде, а иногда и полуобнаженные проводят на сеансе у тату-мастера. А зябшая кожа, покрытая гусиной кожей, точно не улучшит качество работ мастера, не говоря о комфорте клиента. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки. Сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok